Привет! Хочу вам рассказать книжку про набор книжек про кота-носка. Меня спросили, не хочу ли я написать книжку со сквозным персонажем, чтобы там были не разные истории про совершенно разных зверей и людей, а чтобы везде был один герой. И так появился кот-носок. Кот-носок очень мне дорог, потому что это моя дочь Юля. Такой вот классный, забавный, очень внимательный, очень чувствующий, сверхчувствительный ребенок, с которым происходят всякие совершенно обычные вещи, на которые он реагирует разным образом. Вот, например, кот-носок приезжает на море. Он очень ждет этого моря, очень хочет, мечтает об этом море, но море его разочаровывает, и он не хочет даже трогать его лапой. Он не хочет даже выходить на пляж, потому что там песок, он сыпется, он насыпается в трусы, он щекочет необычно на пальцы. И его родители, вздыхая, говорят, ладно, не пойдем на пляж. Меня, кстати, критиковали за это, говорили, как-то так, не пойдем на пляж. Как-то приехали на пляж и не пойдем, под вышку вперед. Но мы были такие, да и сейчас такими остаемся, которые, ну, деточка не хочет на пляж, деточка не идет на пляж. Вот, найдем какой-нибудь способ, другой, оттуда добраться без нее. Вот, потом, например, вот кот-носок находит камешек. Ему очень нравится, он прямо рад, что нашел такой настоящий бриллиант. Но вместо радости камешек приносит отне огорчения, потому что теперь надо думать, что с ним делать. Например, закопать, чтобы его не нашли грабители, но ведь тогда он может забыть место, где он его закопал. Потом этот камешек может нечаянно выбросить маму, или даже специально. Ну, мама-кота-носка никогда так не делала. Честно-честно. Вот. Всегда предупреждайтесь, что он собирается выбросить. Он может его потерять. В общем, с камешком может случиться тысяча разных ужасных вещей, и лучше вообще не выводить этим камешком, чем подвергать себя такому ужасному риску. Потом есть история кот-носок и сильный ветер, которая действительно с нами приключилась. Собственно, все эти истории действительно с нами приключились. Сильный ветер. Очень глупые родители кота-носка, когда ему было два года, потащили его смотреть в фейерверк на Новый год. А фейерверк оказался мало того, что ужасно страшным, что грохотало, сверкало. В общем, чудовищная история, которая совершенно Юле не понравилась. Так еще и в эту ночь дул сильнейший ветер. И этот ветер сдул с Юли шапку и забросил ее на уровень второго этажа, а потом скинул нам под ноги. Страшная история. Юле все это совершенно не понравилось. И с тех пор, вот, это произошло 31 декабря. И до лета с ней было невозможно гулять, потому что любое дуновение воздуха она встречала страшными воплями. Хотела только немедленно домой. И даже если ты дома, например, вот так вот дул, то ей это совершенно не нравилось. Она очень плохая. Вот. Но бывают и счастливые моменты в жизни кота-носка. Бывают, например, батут. Классная штука, на которой можно прыгать, причем не одному с друзьями. Бывают сугробы. Бывает просто снег, который приносит совершенно невозможную радость. Звезды. В общем, очень-очень много радости в жизни таких носков тоже происходит. И есть еще там некоторые, ну, не то что советы, но там есть книжка «Дом из лап» про то, как вот таких вот носков укладывать спать можно. Вообще, вот носок этот не только Юля, но еще и я. Моя мама говорит, что, в общем-то, есть на свете справедливость. И каждому воздается. И то, что я творила с ней в детстве, все мне ухнуло с Юлей, и я полностью повторяю. Юля полностью повторяет мое детство. Вот. Так что эти книжки для родителей сверхчувствительных детей и для детей сверхчувствительных родителей, в общем, подойдут всем, кому песочек неприятный, а противно сыпется или ужасно скупит, невыносимый делает звуки, кому мое слишком мокрое, а мороженое слишком сладкое. В общем, всем, кому жить как-то немножко слишком. Вот так получилась такая книжка, такой вот набор. Спасибо.